Итак, в прошлый раз мы с вами прочли ещё немного первой книги, и я постараюсь коротко суммировать для вас прочтённое. Мы закончили позапрошлый раз и начали в прошлый раз с продолжения опровержения точки зрения Платона о благе. Аристотель приводит ещё несколько аргументов, затем переходит к новому подробному описанию счастья как достижение цели и определение блага через дело человека. У человека есть специфическое дело, отражающее его специфическую цель. Достижение этой цели является для человека благом или счастьем. Затем Аристотель приводит три типа благ – внешние, телесные и душевные, после чего переходит к определению счастья как деятельности согласно добродетели, говоря о составляющих счастья, удовольствия, благе и красоте. Я напоминаю, что красота и благородство – это одно и то же. Затем он переходит к серьёзному вопросу обсуждения внешних благ. Внешние блага необходимы? Говорит Аристотель. Но, возвращаясь на Землю, затем он вынужден признать, что в соответствии с вопросом внешних благ мы вынуждены поделить всех людей не на два типа – добродетельных и счастливых, и порочных и несчастных, а на три типа. Добродетель плюс внешние блага – это счастье. И человек, имеющий добродетель и внешние блага для того, чтобы её осуществлять, это счастливый человек. Добродетель без внешних благ – это не несчастье. Действительно может существовать такой человек, который, будучи добродетельным и приученный исполнять добродетель в качестве привычки, не может это делать в связи с тем, что у него недостаточно внешних благ для этого. Наконец, третий тип людей – это несчастные люди, порочные люди. Есть у них внешние блага или нет внешних благ – это никак не меняет их состояние. В отличие от добродетельного, который может прибавить к себе внешних блага и таким образом стать счастливым. Аристоки касается нескольких сложных вопросов существования внешних благ. Например, до какой степени мы считаем родственников и друзей частью этих самых внешних благ. Чтобы не получилось так, чтобы в итоге мы оказались вечно несчастными и мертвые завидовали живым, потому что мертвые то становились бы счастливыми, то снова становились бы несчастными и так далее. Мы также обсудили вопрос, и мне кажется, это необходимо прояснить. Вопрос, касающийся того, нужно ли иметь все добродетели, «Чтобы быть добродетельным человеком». Все моральные добродетели имеются в виду, чтобы быть добродетельным человеком, и следовательно, чтобы быть счастливым. Аристотель не настолько категоричен, чтобы заявлять нечто подобное. Когда мы дойдем до исследования добродетелей величия, Аристотель прямым текстом скажет, что величие есть украшение всех остальных добродетелей, есть корона всех остальных добродетелей и пик всех остальных добродетелей. И в этом смысле величия достигают только единицы. Даже моральный добродетель величия недоступна для большинства людей. Таким образом, Аристотель, с одной стороны, снова говорит нам, что там, где есть разнообразие, есть иерархия, среди добродетелей есть более базовые, моральных добродетелей имеется в виду, есть более базовые, более низкие, более неизбежные, и есть более высокие, более сложные, и потому требовать того, чтобы все люди или чтобы государство достигало полной добродетельности всех своих граждан или даже большей части своих граждан невозможно. Наиболее низкой добродетелью, кажется нам в самом начале, является самая первая обсуждаемая из них. Но если мы посмотрим на эту ситуацию с обратной стороны и скажем, что наиболее низкая – это не наиболее легкая или наиболее приближенная к животной, а наиболее низкая – это наиболее распространенная, та, без которой в принципе невозможно государство, тогда получится, что та добродетель, которая должна быть у подавляющего большинства граждан, это самая низкая добродетель, ибо Аристотель прямым текстом говорит, что самая высокая из моральных добродетелей – это добродетель, величие, доступное единицам. Какая добродетель должна быть самой распространенной? Общительность может? Нет. Справедливость? Конечно. В таком случае мы видим ситуацию, когда справедливость оказывается самой низкой добродетелью. Почему же она обсуждается так активно? Почему всем остальным добродетелям не уделены отдельные книги, но отдельная книга уделена справедливости? Целевая аудитория – нет. Потому что без справедливости невозможно государству. Более того, ко всем остальным добродетелям государство, конечно, должно стремиться делать своих граждан добродетельными во всех смыслах. Но это не всегда возможно. Например, наше государство является бедным государством. И значит, воспитывать в наших людях щедрость – это не то, что сложно, а просто физически невозможно. Или, например, наше государство является северным государством. И у нас очень тяжело с чувством юмора. У нас такая нордическая стойкость, а не южная юморность. И поэтому, наверное, воспитывать в наших людях чувство юмора или общительность, когда у нас, значит, зима 9 месяцев в году, и никто никого не видит, и из избы не выходят, потому что там снега 2 метра нанесено, тоже, наверное, бессмысленно. Но справедливость необходима в любом случае. Справедливость, воспитание справедливости нельзя обойти. Потому что без нее никакого государства существовать не может. Все или практически все люди, члены государства, должны обладать добродетелью справедливости. Хорошо. Я должен задать вам вопрос. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы к прошлому разу? Вот вы обдумали все раз, значит, и да. Да, я хотел спросить, а с целью политики есть достижение счастья в размерах страны? Общего блага, да. Да, да. Тогда можем ли мы сказать, что политик, который не переделает, чтобы государство снилось к этому всеобщему счастью, не есть настоящая политика? Если он вообще ничего не делает? Ну вот как мы вот наши политики. Нет, нет. Можем ли мы смело сказать, что есть настолько плохие мастера искусств, что их даже тяжело назвать мастерами искусств? Политика – это искусство, и, соответственно, если это искусство не достигает своей цели, если практикующий это искусство не может... То они просто предполагают себе ковыми? Да, конечно, конечно. Было бы странно, если бы правитель вышел и сказал, вы знаете, я вообще не заботюсь о справедливости, никогда не заботился и не буду. Давайте, значит, бегите грабить магазины. Нет, конечно. По тому факту, достигает ли или нет государство своих целей, мы можем, конечно, говорить о качестве политиков. В следующем семестре мы с вами в первую очередь будем знакомиться с Фомой Аквинским, который, как вы помните, активно читает Аристотеля и комментирует Аристотеля, и который пишет трактат, называющийся «Дерегно» о царском правлении. Прямым текстом в нём Фома Аквинский скажет, очень легко отличить тирана от царя. Достаточно посмотреть, население процветает в стране или население нищает. Если нищает, это тиран, если процветает, это царь. А как хороший тиран, который... Хороший тиран – это царь. И это строго будет в аристотелевском смысле. Когда вы открываете в третью книгу политики, Аристотель первым текстом пишет, помните, все режимы делятся на шесть типов. Но на самом деле на три. Правление одного, правление нескольких, правление большинства. Потому преследуют ли они цель политики, общее благо, или они преследуют только благо правителей, они делятся на шесть. Если один человек преследует благо общее, то это царство. Если благо самой власти, это тирания. Если несколько людей преследует благо общества, это аристократия. Если собственное благо – олигархия. Если большинство преследует общее благо, то это полития. Если собственное благо – это демократия. А если справедливость мы принимаем как самую базовую добродетель? Является ли она сам главный добродетель? Наоборот. Нет, нет. Она является самой низкой добродетелью. Она базовая не в том, что на ее основе строятся все остальные. Тогда бы она была супер важна. Без нее невозможна общественная жизнь, а значит политика. А значит добродетельность. Вы не можете быть добродетельным, как не общественная жизнь. Начнем с простого. Величие точно не требует других людей. Для того, чтобы быть великим, этого не нужно. То есть она супер индивидуальная. С точки зрения Аристотеля, политическая жизнь, которую я называю общественной, имеет предшественницу. Что это за предшественница, вы помните? Как появляется государство по Аристотелю? Семья. Семья, несколько семей, селение, царство. Даже если у нас не будет политического сообщества, у нас все равно будут другие люди, потому что у нас есть естественное стремление размножаться. Не получится такого, чтобы человек остался один. Даже без государства у вас обязательно будет семья. А значит будет как минимум муж, будут дети и будут рабы. Обязательно с точки зрения Аристотеля. И это все люди, с которыми так или иначе вам придется иметь дело, а значит иметь добродетель. Да. А вот если человек обладает наивысшей добродетелью, величием, то... Не путайте меня, прибавляйте всегда наивысшей моральной. Хорошо, наивысшей моральной добродетелью, но не обладает всеми остальными. Он по-прежнему считается великим или нет? С точки зрения Аристотеля это невозможно. Величие – это корона под всеми остальными добродетелями, над всеми остальными добродетелями. То есть чтобы быть великим, вы должны все остальные добродетели иметь, ну или по крайней мере какую-то их часть, да, существенную. И величие будет заключаться в том, как все эти добродетели, источая, вы себя ведете. То есть величие заключается, мы потом почитаем, в правильной самооценке. Все добродетели заключаются в правильной самооценке, но для величия, то есть в том, что вы понимаете, что вы делаете и как вы делаете, и, соответственно, ведете себя, да? То есть щедрый не нагибается, да, или там мужественный не бежит. Так вот величественный, он не только все это делает, он еще и понимает, что так как он все это делает лучше всех остальных, он находится выше всех остальных и ведет себя соответственно. Помните, в пире Алкивиад пытается пошутить и говорит, что когда Сократ отступал, он, значит, отступает не так, как все остальные, а так, словно бы, он не отступает, да? Все остальные бросают в щиты и бегут, а Сократ идет со щитом и копьем, ну, значит, максимально так, с такой страшным-страшным лицом, чтобы все убивали всех остальных, но только не его. Он где еще может огрызаться? Вот то же самое в величии. Не, ну просто человек может быть уверен, что он выше всех остальных. Нет, естественно, помните, что каждый добровольитель окружена двумя пороками. Если вы просто думаете, что вы круче всех безосновательно, то это не величие, это наглость. Точно так же, если вы имеете все основания, чтобы быть великим, но не проявляйте величие, а проявляйте скромность, это тоже порок. Это лучший порок, скажет Аристотель, чем наглость, чем заносчивость, но это все еще порок. Извините, а как же тогда уместность? То есть нужно проявлять свои добродетели, вот эти нравственные, исходя из ситуации? Да, конечно. То есть, как вы приводили, например, с чувством юмора и так далее, но тоже величие, где-то будет уместно проявить скромность, а где-то будет уместно показать, что человек выше, чем все остальные. И то есть это величие, оно может быть просто неуместным. Нет, мы возвращаемся к скромности как к пороку. Ну, то есть величие уместно всегда. Если вы обладаете всеми остальными добродетелями и можете позволить себе, да, конечно. Ну, понятно, да, опять же, величие будет отделять вас от других людей, но в зависимости от компании, очевидно, вы будете отделяться либо слишком сильно, либо не слишком сильно. Понятно, что среди черни великий выделяется, как среди карликов, но среди колокогатей великий уже не так серьезно выделяется. Давайте я приведу вам пример из мемуаров какого-то французского генерала, который, собственно, при Наполеоне был. Они с Наполеоном были хорошо знакомы до того, как Наполеон возглавил страну. И они вместе пили, вместе, значит, веселились, там, кутили, играли, вместе спали и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но как только Наполеон возглавил страну, этот генерал пишет, я захожу к нему в шатер, и я понимаю, что передо мной уже не тот человек, которого я знаю лично. Он не сидит, значит, нога на ногу, немного сгорбившись. Его взгляд не теплый. Он не бежит меня встречать. То есть он ведет себя в соответствии с величием. И хотя этот генерал не чернь, не санкюлот, да, не крестьянин, но между ним и Наполеоном уже непреодолимый разрыв. Но это не будет наглостью? Нет. Что человек пренебрегает дружбой или еще чего-то? Нет, будет наглостью, если бы Наполеон просто так себя вел, не имея никаких заслуг и не имея никакого основания так себя вести. И было бы скромностью, если бы, имея все эти заслуги, он ими пренебрег и вел бы себя понебратски и подружески с этим человеком. То есть это серьезный вопрос. Если вы заслуживаете, чтобы к вам относились хорошо, и если вы заслуживаете своего высокого места, можете ли вы спуститься вниз? Вот христиане скажут, не просто можете, вы обязаны спускаться вниз. И Папа Римский должен мыть ноги к христианам и ноги больным лепкой. Значит, бомжей целовать в лицо и так далее, и так далее, и так далее. Это христианская добродетель самоуничижения. Потому что мы все рабы Божьи и все грешники. Но Аристотель не христианин, слава Богу. Поэтому Аристотель четко понимает, что это не добродетель, если вы ведете себя неподобающим образом. Что ж, если нет больше вопросов, давайте будем продолжать. Но во всяком случае, его жизнь не пестра и нелегко поддается переменам, потому что трудно будет лишить его счастья, и он лишается его не от случайных неудач, но от великих и многочисленных несчастий. А после таких несчастий он не станет за короткий срок вновь счастливым. Если же все-таки станет, то задолгий и полновесный срок, достигнув за этот срок великого и прекрасного. Да. Добродетельный человек больше походит на утес, который смывается с селевым потоком, нежели чем на камень, который падает в этом же селевом потоке. Его очень тяжело сбить с счастья, но он очень медленно возвращается к счастью. То есть его перемены не могут быть мгновенными. А как же про внешние... Когда к добродетельному человеку возвращаются внешние блага, он не немедленно становится счастливым. Но лишиться он их может сразу. Лишиться он может их сразу, но это не сделает его несчастным сразу. Аристотель пытается показать, что добродетель сильнее и важнее, чем внешние блага. Внешние блага являются необходимым ее дополнением, но она стоит выше. Именно поэтому, когда внешние блага уходят, добродетельный человек не теряет счастья немедленно. И когда они возвращаются, он не приобретает счастья немедленно. Но что Аристотель нам говорит? Аристотель говорит нам следующее, что счастье не точно, что нельзя схватить счастье четким определением, оно не имеет четкой черты. Однако в то же самое время вы всегда сможете отличить счастливого человека от несчастного, когда встретите его. И не несчастного, да. Вы всегда сможете... Несчастного от несчастного сможем отличить? Конечно. То есть вы всегда сможете отличить добродетельного, имеющего внешние блага, от добродетельного, не имеющего таковых, и от поручий. Но всегда в конкретных примерах. Что же мешает назвать счастливым того, кто действует в полноте добродетели и кто достаточно обеспечен внешними благами, причем не на случайном отрезке времени, но в течение полной жизни? Может быть, нужно прибавить так прожившего и, соответственно, скончавшегося, поскольку будущее нам не ясно, а счастье мы полагаем целью во всех отношениях совершенной и конечной. Раз это так, то мы назовем блаженными в течение жизни тех, кто обладает и будет обладать описанными выше качествами, причем блаженными именно как люди. Ну да, не как звери. Будем считать, что с этим мы несколько разобрались. Аристотель говорит, счастье настолько сложно и иллюзорно, что на самом деле мы не можем говорить о счастливом человеке, если видим его сейчас счастливым. Понятно, да? Потому что на самом деле сейчас счастливый, во-первых, может только выглядеть счастливым, а во-вторых, непонятно, что будет завтра. Вполне возможно, он может стать и несчастливым, и даже несчастным. Поэтому счастливым, строго говоря, можно назвать только того, кто был счастлив в течение всей жизни и даже в смерти. Но не дальше, чем смерть. Аристотель отрицает, что мертвые могут становиться несчастными, потому что их потомки становятся несчастными. То есть человек, который хоть раз скатывался в не несчастье и в несчастье, он... Не совсем так, не совсем так. Понять, можно ли назвать человека счастливым по-настоящему, можно только взглянув на всю его жизнь от начала до конца. Это примерно как определить пик. Да, 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 да. То есть Аристотель признает, что роль внешних обстоятельств и случайностей настолько велика, что если вот вы сегодня на коне, и сегодня вы, значит, чемпион, и чувствуете, значит, что все хорошо, вообще никак не гарантирует, что вы можете называться счастливым человеком. Давайте мы вернемся к тому же Наполеону. Наполеон, значит, был великим императором Великой империи, захватил всю Европу, значит, всех под себя подмял, а закончил на острове Святой Терезе. Елены. Елены, да. Но сначала не на острове Святой Елены, а сначала на другом острове. С другого острова он даже умудрился вернуться. Можем ли мы назвать Наполеона счастливым человеком? Надо почитать мимо. Вот, хороший ответ. Чтобы назвать Наполеона счастливым человеком, надо посмотреть, как он вел себя, как он держался в самом конце на острове Святой Елены. И у нас есть такая возможность, потому что один из его приближенных, который отправился с ним на остров, оставил двухтомные, в российском издании, двухтомные мемуары. И ознакомившись с ними, можно действительно сказать, что Наполеон был счастливым до конца. Даже когда внешние блага полностью покинули его, практически полностью, потому что у него оставались друзья и все еще, отправившиеся с ним туда. Он продолжал вести себя как добродетельный человек. Но по отношению к живому человеку в начале пути или даже в середине пути очень сложно применить термин «счастливый». То есть, получается, что лучшее, что должен человек для себя сделать, уже будучи счастливым, это самоубийство? Это хороший вопрос, который поднимет как Аристотель, так и наследники Аристотеля, стойки и эпикурейцы. Ответ стойков помните какой будет? Если чувствуешь, что другого выхода нет, вперед. Поэтому большинство стойков, особенно стойков в середине Римской империи, с Энека и же с ним, они просто будут кончать жизнь самоубийством всем. Как правило, по приказу императора, когда император скажет «Вы мне больше не нужны», тот же Сынека скажет «Окей». Правда, он будет очень долго отговаривать, смотрите, это важно, он очень долго будет отговаривать свою молодую жену, совершить то же самое и отговорить. Будут такие, кто решат, что уйти из жизни надо не сразу, а, скажем, в течение дня. Будет человек, который вскроет себе вены, будет заматывать их бинтом, беседовать с друзьями, пить, снова разматывать, выпускать еще немного крови, снова заматывать, снова беседовать с друзьями, пить, и так будет постепенно умирать. Эпикурейцы скажут «Нет, самоубийство не выход». Потому что самоубийство означает, что ты не смог преодолеть страданий, а если ты не смог преодолеть страданий, значит, ты не понял эпикурейской доктрины. Именно поэтому эпикур, умирающий от почечных камней, которые уже пробились в его уретру, пишет в последних письмах, что я не могу сходить в туалет, боль невыносимая, но эпикурейское учение останавливает ее навсегда во мне. А Аристотель тоже будет против самоубийства. Но об этом мы когда-нибудь поговорим, когда дойдет речь. Но это же, по идее, как призыв к самоистязанию какому-то, то есть через боль. У эпикурейцев? Нет. Эпикурейское учение, будучи правдивым и истинным, должно объяснить вам, почему боль может быть преодолена и каким образом она может быть преодолена. И если вы подлинный эпикурейец, то никакая боль не сможет вас остановить. То есть там нет самобичевания, как у христиан, голодания. Не-не-не-не-не-не-не. Если, то есть вы, конечно, должны делать все, чтобы боли избежать. Но если уж так получилось и другого выхода нет, то самоубийство – это не выход, потому что пришло время доказать делом, а не словом, что вы верные последователи эпикурейства. А у нас, видимо, самоубийство – это не поколение боли, ведь как бы когда-то... Именно поэтому эпикурейцы против самоубийства. Ну как бы, ты же прежде не понимаешь боль? Нет, это не преодоление, это подчинение боли, это бегство от боли. Вы говорите, все, я больше не хочу это чувствовать. И кончайте с собой. Преодоление боли как раз подразумевает, что вы продолжаете ее чувствовать все время. Ничто она закончилась, это не преодоление. Преодоление – это когда вы ее чувствуете и говорите себе, я выдержу еще один день. Не лечиться – это так болезненно. Нет, лечиться нужно, избегать боли нужно. Но если так получилось, что вот лечение не помогает и выхода нет, как у эпикура, то надо, конечно, терпеть. Там своя супераргументация, она очень классная. Вы можете с ней ознакомиться. Как в произведениях эпикура, так и в Лукреции. Чтобы превратности судьбы потомков и всех вообще близких ничуть не влияли бы на счастье, такое представляется чересчур жестоким и противоречащим общепринятым мнениям. Вы видите два замечания. Противоречащим общепринятым мнениям. Аристотель все время продолжает на них ориентироваться. И чересчур жестоким. И даже наш переводчик вынужден сказать, что это плохое слово, поэтому он дает в скобочках греческий оригинал «афилос» – нелюбящим. Потомки и друзья не важны, иначе мы требуем слишком многого. И это соглашается с общественным мнением. И в данном случае общественное мнение и то, о чем говорит Аристотель, сходятся. Они имеют значение, но их значение не слишком велико. Можно быть счастливым, теряя друзей. Можно быть счастливым, имея несчастных потомков. При обилии различных случайностей, одни из которых имеют большее влияние, а другие меньшее, выделять каждый отдельный случай, по-видимому, очень долгое дело, предела не имеющее. Между тем, общего определения и в общих чертах, пожалуй, будет достаточно. Итак, среди неудач одного и того же человека, одни имеют в его жизни известный вес и влияние, а другие кажутся довольно легкими. Если это верно, то точно так обстоит дело и с неудачами, касающимися всех близких. И, конечно же, для каждого переживания. Для каждого чувства, да? Кого-то оно затрагивает, живых или умерших, значит, даже больше, чем для преступлений и ужасов. Предшествуют ли они трагедии или совершаются перед зрителями. Так что необходимо учесть и эту разницу, и в еще большей мере сомнения. Причастны ли умершие к какому бы то ни было благу или противоположным ему вещам? Если даже что-то достигает их, будь то благо или его противоположность, из этих наших рассуждений следует, что взятое безотносительно или по отношению к умершим, это что-то бледное и незначительно. А если нет, все равно величина и свойства этого таковы, что не могут не превратить в счастливых, не счастливых, не счастливых лишить блаженства. Да. Так как друзья и родственники, говорит Аристотель, все-таки и несчастья, скучающиеся с ними, все-таки играют не такую большую роль, как нам кажется, хотя там все зависит, конечно, да, то уж для умерших-то тем более они не играют существенной роли. Если вообще, заметьте, это бесконечно если, если вообще можно говорить о том, что умершие могут быть счастливыми, может ли мертвый быть счастливым? Давайте. И добродетель, он не может быть добродетельным. Почему? Не может тренировать свой добродетель, потому что это действие, и деятельность. Значит, первое, он не может быть добродетельным, потому что он не может употреблять добродетель, он не действует, мертвецы не действуют. У него могут быть внешние блага, те же самые родственники его могут себя хорошо чувствовать. Или склеп, где он лежит, в смысле сгорел, да, костер, на котором он сгорел, может быть пышным костром. Его могут почитать там каждые-каждые два-три месяца. Но он, в принципе, не может проявлять добродетель, а значит, он, скорее всего, вообще не может быть счастливым. Мы же говорим про нравственную добродетель. Про любую добродетель. Мертвый не может проявлять никакой добродетель. Поэтому у нас сложный вопрос, верит ли Аристотель в бессмертие души. И если верит, то как выглядит это бессмертие души? Но он продолжает здесь и сейчас, а нас интересует здесь и сейчас, давать это бесконечное «если», 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 «если». То есть нам здесь и сейчас он указывает на сомнение. И его аргументация в целом показывает, что если мертвый не действует, то он не может быть добродетельным. Помните, что Сократ говорит в апологии по поводу справедливости и смерти? Что там есть два варианта. Либо смерть – это ничто, и тогда как бы все нормально. Либо есть Аид. А там величайшие герои древности всем заправляют. И они там справедливые. Там и Минос, и Радамант. И вот там-то в Аиде подлинная справедливость. Если в потустороннем мире нет действия, в чем мы все абсолютно согласны, даже Гумер согласен с этим, души в Аиде ничего не делают. Они ничего не могут делать, они бесплодны. То тогда там нет никакой добродетели. Вы могли бы сказать, тогда там нет и порочности, но нас порочность не интересует, а интересует добродетель. И таким образом мы смело можем сказать, что мертвецам-то все равно. И значит, это касается и нас. Мы не можем быть несчастными, потому что наши мертвые несчастны. Потому что мертвые не несчастны. Они не несчастны, или они не могут быть вообще никакими? Они вообще, скорее всего, не могут быть вообще никакими. То есть мертвые умерли. И с этим ничего нельзя сделать. И по этому поводу не стоит быть несчастны. То есть мертвые – это ничто. Аристотель так не говорит, но мы делаем примерно такой выбор. Итак, благополучие близких, так же, как и неблагополучие, по-видимому, как-то влияет на умерших. Но это влияние такого свойства и такой степени, что не может ни делать счастливых несчастливыми, ни оказать иное подобное воздействие. Да, это конец обсуждения счастья. И кажется, Аристотель хочет нам что-то сказать. Он хочет сказать что-то неясное. Давайте мы перейдём на 1099-б, 10-20. То есть вернёмся назад, да? В этой связи ставят вопрос, есть ли счастье результат обучения, приучения или ещё какого-то упражнения. Даётся ли оно как некая божественная доля, или оно случайно? Конечно, если вообще существует какой-нибудь дар богов людям, весьма разумно допустить, что и счастье дарится богами. Тем более, что это наилучшее из человеческих благ. Это пока достаточно. Мы снова возвращаемся. Кто ближе к богам? Живые на земле или мёртвые в Аиде? В Аиде-то точно есть бог. Аид. На земле-то его особо нет. Нет бога, повелевающего землёй, но есть бог, повелевающий подземным царством. Этот бог, как бог, мог бы сделать счастливым любого мёртвого, если бы мёртвые могли быть счастливыми. И из чего мы делаем вывод, что Аристотель-то никак не верит, что Аид и как бог может это сделать. Следующее замечание. Аристотель говорит, что на самом деле счастье есть результат обучения, приучения и упражнения. Ещё раз, в то же время счастье. В то же время счастье – это нечто общее для многих, ведь благодаря своего рода обучению и сердию оно может принадлежать всем, кто не увечен для добродетели. Да. Все, кто полноценен путём обучения и практики, могут стать добродетельными. В этом смысле любой мужчина или любой человек, родившийся в нормальной семье и хорошо воспитанный, может быть счастливым. Решающие вещи здесь – не родиться в хорошей семье, как вы понимаете, потому что это внешнее благо, а обучение и практика. За рождение в хорошей семье государство не отвечает. Рождение в хорошей семье, как и все остальные внешние блага, случайны. А вот обучение и практика добродетели за это отвечает государство. Покончив с этим разбором, обратимся к следующему вопросу о счастье. Относится ли оно к вещам, заслуживающим похвалы, или скорее к тому, что ценится? Ясно ведь, что к возможностям оно во всяком случае не относится. Да. Возможность – это нечто, что можно использовать как во благо, так и во зло. Поэтому возможность не заслуживает похвалы. И, следовательно, счастье не относится к возможностям. Между тем, все заслуживающее похвалы, очевидно, заслуживает ее за известное качество и определенное отношение к чему-либо. Мы ведь хвалим справедливого и мужественного, и вообще добродетельного, и добродетель за дела и поступки. Вы видите, это мы хвалим. Вообще похвальба – это чистое общественное мнение. В той или иной мере Аристотель отталкивается именно от него. А сильного и быстроногого, и всякого такого за известное природное качество и известное отношение к чему-то благому и доброкачественному. Это ясно и на примере похвал богам. Боги ведь кажутся смешными, если их соотносят с нами. А это происходит потому, что, как мы уже сказали, похвала предполагает соотнесение. Итак, похвала есть результат качества человека при условии, что этот человек что-то делает. Мы хвалим людей за качество, но не просто за качество, а за проявление этих качеств в действии. Похвала стоит ниже, чем ценность человека. Я думаю, не надо объяснять почему. И похвала относится только к человеческим действиям. Она не относится к богам. Что, боги не действуют? Когда мы хвалим богов? Когда мы что-то получаем. Конечно. Если мы и хвалим богов, говорит Аристотель, то только в их действиях по отношению к нам самим. Только когда их действия перетекают в реальность. Но если похвала связана с такими вещами, тогда ясно, что наилучшим вещам пристала не похвала, но нечто большее и лучшее. Да, вы видите, что так как качество человека стоит выше, чем похвала, то должно быть нечто выше, чем похвала, чтобы быть адекватным качеством человека. Как мы то и видим, ведь богов, а из мужей и самых божественных, мы считаем блаженными и счастливыми, но недостойными похвалу. Точно так же и с благами. Никто ведь не хвалит счастье так, как справедливость, но видя в нём нечто более божественное и лучшее, почитают его блаженство. Что выше, чем похвала по отношению к качествам человека, которые человек проявляет, по отношению к добродетелям? Блаженство или счастье выше, чем похвала? Иными словами, Аристотель ещё раз показывает нам. Смотрите, какая схема. Аристотель задаётся вопросом, как мы понимаем, что некий человек заслуживает похвалы. Значит, у нас в финале похвала в конце. По хвале предчерствуют и выше неё стоят качества, проявляемые в действии. Качество, проявляемое в действии, это что? Добродетель. Добродетель правильный. Добродетель предчерствует похвале и створит выше, чем похвала. Ну, понятно почему. Аристотель говорит, хорошо, хорошо, хорошо. А как мы тогда сможем адекватно относиться к добродетелю? То есть, что вместо похвалы должно быть использовано для описания человека, который является добродетелем? Аристотель говорит, выше, чем добродетель, для этого нам нужно использовать нечто более высокое, чем добродетель. Выше, чем добродетель, располагается, что? Счастье. То есть, вместо того, это важное замечание, значит, замечание важное номер один, счастье выше, чем добродетель. Счастье и добродетель не совпадают. И это важное замечание номер два, среду и два первым. Для того, чтобы хвалить, для того, чтобы верно хвалить человека, правильно хвалить человека, мы не должны говорить «Х» мужественен, потому что это похвал. Мы должны говорить «Х» счастлив или блаженен. Но тут мы должны вспомнить, что было сказано за пару абзацев до этого, за пару строчек до этого, чтобы понять, почему похвала «Х» счастлив стоит выше, чем похвала «Х» мужественен. В жизни, в течение всей жизни. Конечно, потому что сказать «Х» счастлив» мы можем только в самом конце. А сказать «Х» мужественен мы можем прямо сейчас. Мы можем сказать в самом конце, в смысле уже после его смерти? Либо в самом конце его жизни, либо после его смерти. Именно поэтому тут так постоянно возникают боги. Видимо, и Евдокс удачно защищал притязание удовольствия на высшую награду. Дело в том, что в отсутствии похвал удовольствию, хотя она относится к благам, он усматривал указания на то, что оно выше похвал, а таковы божество и высшее благо. С ними ведь соотносится все остальное. Таким образом, хвалал… Нет, этого достаточно. Смотрите. Значит, Евдокс – это гедонист. И Евдокс удачно защищал притязание удовольствия. Дело в том, что никто не хвалит удовольствия. Все хвалят только то, что находится ниже удовольствия, потому что можно хвалить только то, что находится ниже. Все хвалят источники удовольствия. Давайте попробуем сравнить это с 1195-б, конец. Конец и 1172-б, где Аристотель говорит нечто другое про Евдокса. Евдокс полагал, что удовольствие есть, собственно, благо, потому что видел, как все тянется к нему, и обладающее суждением, и лишенное его, и потому что во всем предмет избрания – это добро, причем наиболее предпочтительно – наибольшее добро. А что все обращено к одному, означает, что это для всех высшее благо, ведь каждое существо находит благо для себя так же, как пищу. Но благо для всех, и то, к чему тянутся все, это, мол, собственно, благо. Да. Аргумент Евдокса очень простой. Это классический сократический аргумент. Всякое, это даже аристотельский аргумент, всякая деятельность предполагает благо. Все, что мы делаем, мы делаем ради блага. Ни один человек, находящийся в здравом уме, не будет сознательно делать чего-то, что он считает злом. Это первый общепонятный сократитель. шаг. Отсюда необходимость познания, потому что вы вполне можете считать благом то, что на самом деле является злом. А вот если вы познали сущее, познали природу, тогда вы точно знаете, что на самом деле является благом, и тогда ваш выбор в пользу блага всегда будет выбором в пользу настоящего блага. И тогда вся ваша деятельность будет 100% обращена к настоящему благу. И тогда вся ваша деятельность станет в высшей деятельности. Но это не аргумент Евдокса. Аргумент Евдокса следующий. Давайте мы обратим внимание на все живое и посмотрим, к чему оно стремится в первую очередь. И ответ будет – оно стремится к удовольствию. Из чего Евдокс делает вывод, что самое базовое, самое, и это самое главное, а значит все на самом деле стремятся к удовольствию как к благу. То есть благо с большой буквы – это и есть только удовольствие. А счастье – это не удовольствие? Нет. Евдокс подразумевает, конечно, телесные удовольствия. Ну, то есть животным ведь доступны только телесные удовольствия. Этим рассуждениям доверяли скорее благодаря добродетели Евдоксова права, нежели благодаря им самим, ибо Евдокс считался исключительно благоразумным мужем. Потому казалось, что он говорит это не как любитель удовольствия, но потому что воистину так и есть. И вы видите, Евдоксу верили не потому, что это классный аргумент, а потому что Евдокс классный. Евдокс полагал также, что его учение ничуть не хуже обнаруживает свою истинность при рассуждении от противного. Мол, страдания самого по себе все избегают и, соответственно, избирают его противоположность саму по себе. Причем особое предпочтение отдаются тому, что мы избираем не из-за другого и не ради другого, а таково по общему согласию удовольствия. Действительно, никто не станет расспрашивать, ради чего получают удовольствие, подразумевая, что удовольствие избирают само по себе. Да. Евдокс говорит, хорошо, еще один аргумент Евдокса. Давайте мы пойдем от обратного и спросим, чего все избегают как зла. И ответ будет только страданий. Нет другого зла, кроме страданий. Соответственно, диалектически нет другого блага, кроме как того, что противостоит страданиям, а это удовольствие. Кроме того, мы не можем объяснить, почему мы хотим удовольствия. Точно так же, как с точки зрения Аристотеля, мы не можем объяснить, почему мы хотим счастья. Нет цели дальше, чем удовольствия. Нет цели дальше, чем счастья. Ну, Евдокс говорит, нет цели дальше, чем удовольствия. Понятно, да? То есть, почему я работаю, чтобы заработать денег, почему я хочу заработать денег, потому что я хочу их потратить. Почему ты хочешь их потратить? Чтобы получить удовольствие. Да. А Аристотель применяет ту же самую цепочку аргументаций, но вместо удовольствия говорит о счастье, да. А нельзя сказать, я хочу получить удовольствие, чтобы быть счастливым. Вот. Это, кажется, аргумент Аристотеля. Ну, так же можно сказать и наоборот, я хочу быть счастливым, чтобы получить удовольствие. Тогда, получается, вы возвращаетесь к аргументу Евдокса. То есть, так как можно построить предложение и так, и так, так как в толпе говорят и то, и то, у вас есть несколько способов отталкиваться в своем рассуждении далее. Либо вы говорите, давайте мы возьмем общепринятую точку зрения и будем ориентироваться на нее. Ну, тогда ответ, конечно, Евдоксов. Удовольствие. Либо мы возьмем точку зрения лучших людей, которые скажут, я хочу получить удовольствие, потому что это признак счастья. Помните, что Аристотель говорит, что даже высший добродетель доставляет удовольствие. То есть, удовольствие – это неотъемлемая часть счастья. Но тогда придется подумать, что находится выше – счастье или удовольствие. Мы можем попробовать с вами решить этот вопрос, если вы хотите, а можем отправиться дальше. Что вы хотите? Решите. Ну, хорошо, давайте попробуем изучить. Аристотель говорит, есть типа телесные и душевные. Начнем с этого. Что выше по определению? Душевные. Душевные удовольствия выше. Оп, телесные удовольствия упали. В чем заключается душевное удовольствие? Телесные – понятно, в чем заключается. Это там вещества всякие. Это секс, это еда. Это, я не знаю, там что-нибудь. Страх. Почему нет? Острые ощущения, а не телесные все-таки. А душевные – это что? И когда мы не можем ответить на этот вопрос, у нас снова возникает путь. Как это? This is the way. Вот это путь, таков путь. У нас снова возникает путь. Он очень простой. Либо мы отталкиваемся от общепринятых представлений, либо от того, что говорят лучшие. Что говорят общепринятые представления о душевных качествах? Какие душевные качества считаются приносящими удовольствия или приносящими… Ну да, давайте остановимся на приносящими удовольствия. Доброта, сострадание, вот это все. Христианство. Ну, греки все-таки так не думали, да? Но оп, и мы уходим куда? В добродетели. Что считают лучшие? Лучшие набирают какие-то другие душевные качества. Там уже не доброта и щедрость, а, например, там, патриотизм или мужество то же самое. Но все равно приходим к добродетелям. То есть и там, и там добродетели? Конечно. Иными словами, не будет такого, чтобы толпа и лучшие могут разойтись во мнении, какие удовольствия являются лучшими, телесные или душевные. Но мы этот вопрос решили. Но толпа и лучшие не могут разойтись в вопросе, какие душевные удовольствия или какие душевные качества приводят к душевным удовольствиям. И мы вернулись к Аристотелю. Конечно, в этот момент вы можете сказать мне, ну как же, я же видел эти самые Звёздные войны, и там и Дарт Вейдер, и император получают удовольствие не от добродетелей, а, например, от жестокости, а, например, от способности обмануть кого-то, что-то такое. От пороков. Они получают душевные удовольствия. Иными словами, в нашей схеме, которую мы рисовали до этого, счастливый домовредитель плюс внешние блага, несчастный домовредитель минус внешние блага, несчастный, давайте, порочность, минус внешние блага. Отсутствует какая деталь? Порочность плюс минус. Порочность плюс внешние блага. Да, порочность плюс внешние блага. То же самое мы можем сказать, подменив внешние блага удовольствием, порочность плюс удовольствие. Кто более счастливый? Добродетельный, который не имеет внешних благ, или порочность, который имеет внешние блага. Мы говорим добродетельным, что он всегда может стать счастливым. Но если мы заменяем внешние блага просто вопросом о удовольствии, что лучше, добродетель минус удовольствие или порочность плюс удовольствие? Давайте переформулируем этот вопрос. Является ли удовольствие каким-то благом, пусть даже минимальным? Но оно является важным составляющим к счастью. Ну, нет, сейчас мы это не убираем. Является ли удовольствие либо индикатором блага, либо сама по себе каким-то благом, даже если благом минимальным? Если да, то если добродетель не есть блага сама по себе, а чтобы быть счастливым нам всё-таки, да, благость сама по себе – это только счастье. Добродетель здесь инструмент достижения этого счастья. То порочность, не получающая удовольствие, находится выше, чем добродетельные, не получающие их. Потому что у порочного больше блага, чем у добродетельного без удовольствия. Именно поэтому, несмотря на то, что Аристотель указывает на эту схему, когда 2 он превращает в 3, и автоматически мы должны будем превратить её в 4, он не делает это. Он не создается этим. Но по понятным причинам, да, сейчас проблема начнется. Можно ещё раз, почему порочный с удовольствием выше, чем добродетельный без него? Добродетель сама по себе. Не есть цель, не есть благо. Она есть только инструмент достижения блага. Пусть и высшего блага. Удовольствие – это благо. Пусть и самое низкое благо. Или какая-то часть блага. Или то, что сопровождает благо. То есть признак блага. И таким образом благо стоит выше, чем добродетельный. И, следовательно, порочный, у которого есть благо, должен стоять выше, чем добродетельный, у которого нет блага. Потому что решающее качество, по которому мы их сравниваем, – это благо. Потому что благо – это цель нашей жизни, цель всякой деятельности. Но здесь не получается таким образом, что добродетельность и порочность, они как бы приравниваются. И сравниваются просто, у кого есть удовольствие, а у кого нет удовольствия. Мы снова можем сказать про иерархию. Конечно, добродетель стоит выше порока. Почему нет? Но добродетель не является благом сама по себе. Он является только инструментом достижения блага. А удовольствие является благом или частью блага, или признаком блага. Удовольствие стоит выше, чем добродетель. То есть добродетельный и порочность – это явление одного класса, а удовольствие – это явление класса выше. Угу, всё понятно. В этом смысле мы можем сказать, что порочность – это тоже инструмент к достижению удовольствия. Ну, естественно, если вы там хорошо обманываете, то вы вполне можете оказаться богатым. Если вы придумываете супер-адскую схему наказания своих врагов, то вы вполне можете получать от этого удовольствие. Или удовольствие от реализации. Жданов, я хочу сказать, но я не помню правильно, писал книгу «Будучи секретарем Сталина, после того, как сбежал во Францию, и там потом был убить сталинскими агентами, на первую сторону написать книгу, то ли мемуары секретаря Сталина, то ли просто секретарь Сталина, и он там пишет, что я захожу к нему с утра в кабинет, а товарищ Сталин делает обычно две вещи. Либо сидит и слушает чужие телефонные разговоры, потому что уже приказал подключить все телефоны к его телефону, и слушает, как там троски и камеры разговорят. Либо составляет план, как сбросить одного другу». Хорошо. Таким образом, по крайней мере, это рассуждение, похоже, представляет удовольствие одним из благ, но ничуть не более благом, чем любое другое. Всякое благо вместе с другим предпочтительнее, чем одно. Да, этого достаточно. Даже Аристотель вынужден признать, что Евдок считает удовольствие благом. «Таким образом, хвала подобает добродетели, ибо благодаря последней люди совершают прекрасные поступки, а прославления подобают плодам трудов, как телесных, так и духовных. Но знать тонкости в этих вопросах свойственнее вероятно тем, кто потрудился над прославлениями». Нам же сказано… Да, смотрите, два типа прославлений, два типа превознесения. Это перечисление качеств людей и перечисление их дел. Иными словами, на похоронах умный человек всегда может обидеть мертвеца, если будет хвалить его качества, но не его дела. Нам же сказанного ясно, что счастье относится к вещам высокоценимым и совершенным. Это так должно быть ещё потому, что счастье – это начало в том смысле, что все мы ради него делаем всё остальное. А такое начало и причину благ мы полагаем чем-то ценимым и божественным. Кажется, что счастье свободно от действий, что оно каким-то образом божественно или связано с божественным. Хорошо. Поскольку счастье – это некая деятельность души в полноте добродетеля, нужно, пожалуй, подробно рассмотреть добродетели. Так мы, вероятно, лучше сможем уразуметь все связанное с счастьем. Аристотель возвращается к рабочему моменту. Счастье и добродетель каким-то образом связаны. Поэтому исследование добродетелей поможет нам в исследовании счастья. Настоящий государственный муж тоже, кажется, больше всего старается добродетель. Ну, заметьте, да, настоящий политик. Ибо он хочет делать граждан добродетельными и законопослушными. Образец таких государственных людей мы имеем в законодателях кретян и лакидиманян и других им подобных, если таковые были. Добродетели и послушание к закону, как вы видите, это разные вещи, потому что идет перечисление. В чем проблема с этим утверждением? Тогда, в том числе, что что-то добродетельное далеко не всегда и справедливое в плане закона. Справедливые люди или хорошие люди, конечно, должны подчиняться законам, но только каким законам? Справедливым. Справедливым или хорошим, да. Аристотель скажет потом, что все законы метят справедливость, но это не значит, что все законы достигают справедливости. Поэтому перед законодателями строит гигантская дилемма. Все граждане должны быть законопослушными. Без этого никак нельзя. И подавляющее большинство граждан, если мы создаем хорошее государство, должны быть добродетельными. Что из этого важнее для нас? Законопослушные. Да, потому что без него невозможно сообщество и невозможно никакая политика. Следующее замечание. Аристотель говорит, что политик должен делать граждан добродетельными и законопослушными. Почему он не говорит, он должен делать их счастливыми, если счастье и добродетель связаны? Потому что царство может обеспечить дополнительные блага. Нет, 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 как это? Воспитание. Обязательно воспитание. Нет. Счастье – это же не внутреннее состояние. Это добродетель плюс внешние блага. Это результат. А государство это не струнет? Потому что если... Нет, если... Если человек добродетельный и у него есть внешние блага, он счастлив. Да. Ну что значит дает возможность? Если вы воспитываете добродетельно и предоставляете внешние блага, тут никакой возможности нет. Этот человек должен быть счастливым. Ну все, ну просто на следующий шаг. То есть политик делает все, чтобы сделать счастливым человека, но не ставит себе цели делать его счастливым и не делает его счастливым. Вы говорите, две единицы – это двойка. А я говорю, сумма двух единиц – это двойка. Это разные вещи. Я понимаю. То есть еще разочек. Политик не ставит своей цели сделать человека счастливым. И несмотря на то, что он предоставляет все необходимое для счастья, он не делает человека счастливым. Да, это тяжелый вопрос. Но Аристотель не говорит, что политик целится в то или должен делать граждан счастливым. Он говорит только добродетель и законопослушая. Добродетели счастья, говорим мы себе, снова не совпадают. И Аристотель не говорит, что политик должен предоставлять внешнее благо. Образец таких государственных людей мы имеем в законодателях крестьян, лакидемонян и других им подобных, если таковые были. Это ложь. В политике, политика, 7 книга 13.33.b.5.10, Аристотель прямо говорит, что спартанцы ничего такого не делали, что спартанцы не образец. Во второй книге политики он говорит, что спартанцы это подавно не образец, и крестьяне тоже не образец. Здесь и сейчас он почему-то этого не говорит. Коль скоро рассмотрение этого вопроса относится к науке о государстве, то есть к политике, то очевидно наши поиски идут путем избранным в самом начале. Политика не связана со счастьем, политика связана с добродетелью. Добродетель не связана со счастьем. Ясно, что добродетель, который мы должны рассматривать, человеческое, ведь и благо мы исследовали человеческое, и счастье человеческое. Между тем, человеческое добродетель, мы называем добродетель не тело, но души. И счастье мы называем тоже деятельность души. Итак, кажется, политика должна заботиться не о теле, а о душе. И не о животной душе или божественной душе, а только о человеческой душе. Именно поэтому нет никаких божественных штук в политике, и нет никаких божественных штук в этике. Если это так, ясно, что политику нужно в известном смысле знать то, что относится к душе точно так, как вознамерившись лечить глаза, нужно знать все тело. Причем в первом случае это настолько же важнее, насколько политика или наука о государстве ценнее и выше врачевания. Точно так же, как врач не обладают всеобъемлющим знанием, точно так же и политик не должен обладать всеобъемлющим знанием. Это узкий специалист. Он имеет дело только с определенной частью души. С какой? У нас всего три части у души. С животной. Он не имеет дела с растительной частью души, потому что он не имеет отношения к телу. И не имеет дела с высшей частью души, потому что его дело – это нравственный добродетель, а не счастье. Можно ли из этого вывести, что поэтому еще политика не является искусством искусств? Это может быть аргументом. А выдающиеся врачи много занимаются познанием тела. Так что и политику следует изучать связанное с душой. Причем изучать ради своих собственных целей. И в той мере, в какой это потребно для исследуемых вопросов. Ибо с точки зрения задач, стоящих перед ним, далеко идущие уточнения, вероятно, слишком трудоемки. Да. Политику не нужна наука о душе или полная наука психология. Политику нужно знать только ту часть души, за которую он отвечает. Кое-что о душе удовлетворительно излагается также и в сочинениях «Вне нашего круга». Здесь стоит слово «экзотерические сочинения», а имеется в виду либо внешние, либо популярные. Так что ими следует воспользоваться, скажем, содержащиеся там мыслью, что одна часть души не обладает суждением, а другая им обладает. Разграничены ли они подобно частям тела и всему, что имеет части, или же их две только понятийно, а по природе они не раздельны, как выпуклость и вогнутость окружности, для настоящего исследования это не имеет никакого значения. Да, политику не надо знать подвольное учение Аристотеля о душе. Достаточно знать, что у нее есть две части. Та, которая его волнует, и та, которая его не волнует. В десятой книге будет сказано, что у души три части. Но до десятой книги, наверное, не все дочитают. Вопрос возник. А ребенок, который еще не родился, у него только одна часть души? Предположим, что у него есть все три части души, но только одна из них действует, а все остальные потенциальные. Откуда я это беру? Из политики. Помните, в конце первой книги Аристотель говорит, что у детей есть способность суждения, но она только потенциальна. Именно поэтому детей слушать не надо, а надо ими управлять. То же самое здесь. То есть у зародыша есть все три части души, иначе он не был бы человеком или зародышем человека. Но актуальна из них только одна растительная, потому что он не мыслит, не желает, а только растет. Потом уже, когда он становится там условным не зародышем, а плодом, у него появляется живот, ну не появляется, становится актуальной его животная часть души. Банально потому, что он начинает там чего-то желать. Например, в животе есть, то есть младенцы в животе испытывают голод. Это чисто животная штука. При этом растительная часть души все еще актуальна. И вот это состояние продолжается до тех пор, пока, значит, вышедший из матери ребенок не становится взрослым. Так добродетель этой способности кажется общей, а не только человеческой. В самом деле принято считать, что это часть души, и эта способность действует главным образом во время сна. Между тем, именно во сне менее всего можно выявить добродетельного и порочного человека. Потому и говорят, мол, полжизни счастливы и неотличимы от злосчастных. Мне это вполне понятно, ибо сон – бездеятельность души, в том смысле, в какой ее можно называть добропорядочной и дурной. Если только не принимать в расчет каких-то движений, которые могут слегка затрагивать душу, отчего сновидения у добрых людей бывают лучше, чем у обычных. Ага, вы видите эту шутку, да? Обычных, угу. Однако и об этом довольно и часть души, усваивающую пищу, следует оставить в стороне, поскольку по своей природе она не имеет доли в человеческой добродетели. Да, да-да-да-да. Растительная часть души не имеет отношения к нашему вопросу. Здесь важно только то, что добродетельные и порочные во сне неотличимы. Добродетель от порока неотличима в той ситуации, когда она не проявляется, когда человек ничего не делает. Нельзя назвать порочным и добродетельным человека, лежащего в коме. Не потому, что он не такой, а потому, что он ничего не сделал. Можно быть, и это тоже важное будет, важнейшее замечание, важнейший вопрос. Можно ли быть справедливым, действуя справедливо, но при этом действуя справедливо из-под палки всё время? То есть ненавидя справедливые действия. То есть, грубо говоря, если добродетель – это действие, можно ли внутри быть порочным, а снаружи быть добродетельным? Ну вот быть или казаться? Да, быть или казаться. Ну, это же не совсем то, да? То есть, Аристотель говорит, во сне все люди неотличимы, потому что они ничего не делают. Значит, мы не можем отличить добродетеля от порочности. Значит ли это, что только действия отличают добродетеля? Если да, то самый порочный человек может быть и называться самым добродетелем. Нет, так что его действия не дожди. Всё, да, не можно. Нет, его действия абсолютно добродетельны. Так это же гигантский вопрос. Как только мы чётко раскладываем... Хорошо, хорошо. ...чего у нас относятся, если добродетель и порочность, потому что это связка. Вы сами поставили их нахуй ступень. Чуть ранее. Если это связка, то и порочность, и добродетель у нас будут проявляться поступки. То есть у нас не проявляются поступки, поочность, фиально образец, с чего мы думаем. Да, но если мы заботимся о душе, то душа-то явно имеет отношение к тому, что он думает. Какой честь о душе? Растительная душа не думает про растительную. Нет, ну так про растительную мы вообще не говорим, да. Мы говорим про животную. То есть у него возникают вредные, порочные позывы. Но он не следует этим позывам, а следует внешней законности. Как решает эту проблему христиане, я думаю, вы прекрасно знаете. Что бы ты там ни делал, Господь-то, Он всё время следит за тобой. Поэтому если ты подумал плохую мысль, всё, тебе конец. Можешь хоть 300 раз говорить, что ты всегда следовал закону и так далее. Что говорит Аристотель? Аристотель говорит, наверное, да, мы сейчас ещё не знаем, что он скажет. Но мы предполагаем, мы совершаем мыслительное упражнение. Он будет очень простым. Цель всякой деятельности – это счастье. Порочный изнутри человек, который следует добродетели из-под палки, не может быть счастливым. Это очевидно. Потому что он всё время затыкает самого себя. Более того, порочный человек – это человек, для которого добродетель не стала привычкой. А значит, он не может быть счастливым. Но человек же, по идее, не может быть непорочным, недобродетелем внутри. Конечно, может. В душе, а мы про душу говорим. Мы не можем отличить внешне того, кто всегда совершает правильные поступки, от того, потому что такова привычка, от того, кто всегда совершает правильные поступки, потому что палка. Но один из них будет несчастным, а другой из них будет счастливым. Можете ли вы отличить несчастного человека от счастливого? Могу, но всё равно человек же может проявлять добродетель или порочность только в действиях. То есть это вопрос не столько во внутреннем каком-то. Нет. Ещё разочек. Внутреннее состояние – это состояние счастья. А, то есть если человек счастливый, то он добродетельный. Если он несчастлив, то он порочный, даже если пытается казаться добродетельным. Если он порочен, то он несчастлив, даже когда он пытается казаться добродетельным, да. Ну, то есть вы представьте себе, он переводит старушку через дорогу, но на лице его такая адская гримаса, что вы сразу понимаете, да, или помните где-нибудь в общественном транспорте, с какими лицами подают милостыню и с какими лицами встают перед старушками. Я точно такие же лица делаю, и вы, да, да, не будем скрывать друг от друга правду, но, очевидно, вы можете отличить счастливого человека от несчастного, да. Иными словами, мы говорим, что все стремятся к счастью, но при этом каждый понимает под счастьем свое, и большинство людей понимает под счастьем нечто неправильное, большинство думает, что счастье – это телесное удовольствие. Привет, Сахар. Только знание дает нам возможность стремиться к родному счастью. Я правильно понимаю? Привет, классическая политическая философия, как же? А зачем нам тогда философия нужна? У меня есть какая-то философия, я боюсь уже, я уже боюсь. Конечно, то есть аристотиковым текстом говорит, что он думает, что это удовольствие. Мы так думать, очевидно, не должны, потому что телесное удовольствие, ну, потому что это уже было отринято, да, потому что это скотское все, не человеческое. И, соответственно, действительно, мы вполне можем представить, все люди стремятся быть, значит, все люди стремятся быть счастливыми, все люди стремятся к благу. Каким образом это выражается в нашем примере с порочным человеком, который делает все справедливо, да, все добродетельно? Да он просто не хочет по лицу получить. Ему абсолютно это не нравится, но он достигает минимального блага, когда делает добродетельные поступки, чтобы его не арестовали, чтобы его не убили, чтобы его не побили, чтобы о нем плохо не подумали. Это не делает его счастливым, благо, которое он получает, минимально. Потому что его характер, давайте говорить современными терминами, не принимает этого. У него порочный характер. Но у него нет другого выхода. Фроносис подсказывает ему, что если ты сейчас не встанешь перед старушкой, или если ты сейчас ударишь эту тетеньку, которая перед кассой, стоит перед тобой в очереди в кассу, и у нее в руках, значит, вот эта гигантская тележка, и понятно, а у вас в руках там пачка сигарет, или что у вас в руках, да? И мало того, она еще говорит, вы там пробивайте, а я побегу, значит, еще доберу, да? Или там ребенка с моего в очереди оставляет. Ну, надо же, да, хочется же, понимаете, да? Но вы себя остановитесь и говорите, нет, если я это сделаю, все будет плохо. В этот момент вы несчастны. А как бы добродетельный человек поступил? Вы хотите сказать, ударил? Нет, добродетельный человек поступил точно так же. Они оба поступают внешне добродетельно. Но при этом один из них является добродетельным, для него это привычка и, следовательно, счастье. А второй из них поступает добродетельно, потому что иначе будет плохо. Да. То есть добродетельный просто убивается тем, что он не призвал от моего ребенка. Да. Получается так. Мы когда будем говорить о щедрости и когда будем говорить о величии, несомненно, он ощущает свое добродетель, по-гречески, арте, можно часто переводить как превосходство. Он ощущает свое превосходство, да. То есть величие. Тем, что не ударил ребенка. Тем, что поступил как следует. То есть весят. Нет, смотрите, не ударил ребенка, это ударить ребенка хочет порочный. Добродетельный не хочет ударить ребенка, да, в принципе. Потому что привычка уже такая. Давайте подумаем, это порочность, это проявление порочности желание ударить ребенка. Давайте мы на этом согласимся, да. Вот. Добродетельный поступает добродетельно. В этом черпает ощущение своего превосходства. Но здесь уже никакого христианства нет, потому что мы произносим слово превосходство. Порочный пытается остановить грабителя банка, а про себя думает, ну меня же сейчас убьют, да. Что я делаю? Зачем я это делаю? Чтобы что? Чтобы потом похвастаться перед своими товарищами, чтобы обо мне в газете написали и так далее. Ну меня сейчас убьют, и какая-то фигня происходит. Добродетельный делает это. И пока делает это, получает удовольствие от происходящего, потому что он делает то, что должно, должным образом. И в этом нет никакого христианства. Потому что если бы христианин делал через силу, да, если бы он был порочным, то ему лучше бы ничего не делать, ему и так хана. В аду его и так ждут. А если бы он это делал и этим бы упивался, то он бы никогда не упивался самим делом. Потому что перед христианином во всяком его действии лежит более далекая цель. Я делаю это, потому что рай, добродетельный человек, делает это, потому что привычка. Да, если христианин будет удовольствием того, что я делаю это, потому что рай, это уже любая корысть, это уже не работа. Как раз ведь он должен, он должен получить удовольствие от совершения самого действия, от того, что он правильно и что правильно его совершает. Я, честно говоря, не думаю, что у христиан есть другая мотивация, кроме конечной цели. Это, наверное, какие-то суперсвятыни. Мы, конечно, понимаем, что она есть. Нет, она есть именно в христианстве. Помните, что это ведь договор с Богом. Заповеди – это договор. Договор подразумевает возмещение. Это прямой договор. Книжка называется «Старый договор и новый договор». Хорошо, давайте на этом остановимся, чтобы у нас был перерыв, а потом мы могли ещё почитать и даже, наверное, дочитать до конца первую книгу. Или давайте попробуем дочитать до конца первую книгу. Но должно быть, существует и какое-то иное естество души, которое, будучи лишено суждения, всё же как-то к нему причастно. Мы хвалим суждение, то есть часть души, обладающую суждением, применительно к воздержанному и невоздержанному за правильные побуждения, обращённые к наилучшим целям. Но в этих, то есть воздержанных и невоздержанных людях, обнаруживается и какая-то другая часть души, существующая по своей природе вопреки суждению, которая борется с суждением и тянет в другую сторону. Так же, как при намерении сдвинуть парализованные члены вправо, они повёртывают, наоборот, влево, точно так и с душой, ибо устремление невоздержанных противоположно суждению. Но когда рука или нога промахиваются, мы это видим, а что происходит с душой – не видим. Вероятно, точно так же нужно признать, что и в душе есть нечто противное суждению, противоположное ему и идущее ему наперекор. В каком смысле эта другая часть, здесь нам не важно. Но, как мы уже сказали, и эта часть души, очевидно, тоже причастна суждению. Во всяком случае, у воздержанного человека она повинуется суждению, а у благоразумного и у мужественного она, вероятно, ещё более послушна, потому что у них всё согласуется с суждением. Да, благоразумный здесь это «софранд». Значит, часть души, и существует некая часть души, которая подчиняется разуму и связана с ним, но не является рациональной. Таким образом, часть души, лишённая суждения, тоже представляется двусложной. Одна часть растительная ни в каком отношении не участвует в суждении, другая – подвластная влечению и вообще стремящаяся. В каком-то смысле ему может быть причастна, поскольку она послушна суждению и повинуется ему. Так, когда мы говорим «имеется суждение отца и друзей», мы подразумеваем отношения, но не то, какое бывает в математике. Что лишённая суждения часть души в каком-то смысле подчиняется суждению, нам даёт понять вразумление и всякого рода обвинения и поощрения. А если нужно признать, что эта часть души обладает суждением, тогда двусложной будет часть, обладающая суждением. То есть, с одной стороны, она обладает им в собственном смысле и сама по себе, а с другой – это нечто служащееся, суждение, как ребёнок отца. Слушающийся. Слушающийся. Итак, Аристотель теперь говорит, что частей в душе три, но он запутывает читателя, насколько это вообще возможно, потому что складывается ощущение, что их чуть ли не пять. Проблема вот какая. Непонятно, вот эта нерациональная часть души, которая слушает суждение, это высшая иррациональная часть души или это низшая рациональная часть души. В любом случае мы видим тресоставную картину. Нечто, полностью не имеющее отношения к психологии, растительная часть. Нечто желающее, но при этом подчиняющееся или не подчиняющееся суждение, то есть способное подчиняться разуму, но не обязательно подчиняющаяся ему. И непосредственно разумная часть. Предпоследняя, естественно, неразумна сама по себе. Учитывая это различие, подразделяют и добродетели, ибо одни добродетели мы называем мыслительными, а другими нравственными. Да, в соответствии с двумя частями души. У растительной души нет никаких добродетелей, об этом было сказано ранее, потому что она похожа на сон. Мы ведь растем, когда спим. Помните, мама вам все время говорила это. Видите, Аристотеля не читала, а все равно знает. И, соответственно, Аристотель делит добродетели двух частей души и называет одни из них мыслительными или умственными, а другие нравственными или моральными. Здесь же наш переводчик вставляет оригинал этическими. Это первое появление слова этика здесь. Это буквально значит характер. Собственно, характерные добродетели или добродетели характера и умственные добродетели. Мудрость, сообразительность и рассудительность – это мыслительные добродетели, а чедрость и благоразумие – нравственные. Значит, мудрость, сообразительность и рассудительность и мыслительные добродетели начнут обсуждаться в шестой книге более детально. А нравственные добродетели – это первые пять книг. Напоминаю, первые добродетели разумные сами по себе, вторые способны только понимать разум. Помните три типа людей, которые способны понимать, которые способны слушать тех, кто понял, и которые не способны слушать тех, кто понял. Три типа людей, кажется, соответствуют трем типам души в одном человеке. А теперь скажите мне, в кого этот выстрел? В Платона. Конечно! Платон говорит, в одной и той же душе есть разные начала. Именно поэтому, когда мы обсуждаем справедливость, касающиеся души, мы начинаем обсуждать государство. И в нём сколько сословий? Три. Мужественные стражи, умные философы и эти самые скоты. У Аристотеля практически то же самое, но стражи не мужественные, а не добродетельные. У Платона это изначальное мужество называется, если мне не изменяет память, фюмос, гнев. Помните, там есть такой пример, когда Сократ говорит, представьте себе такого человека, который любит смотреть на трупы. И его разум всё время его останавливает и говорит, что это некрасиво, но он не может остановиться. И тогда он буквально разрывает себе глаза и кричит, смотри, смотри уже, насмотрись, чтобы мы могли дальше действовать. Вот здесь происходит ровно то же самое. Три типа души, три типа людей. Мы сразу понимаем, какой из них высший и какой из них имеет отношение к политике, слощ-этике. И, соответственно, почему этика и политика не связаны с высшим типом души. И вы рассуждая о нраве, мы не говорим, что человек мудр или сообразителен, но говорим, что он ровен или благоразумен. В то же время и мудрого мы хвалим за его душевный склад, а те склады души, которые заслуживают похвалы, мы называем добродетелями. Мы также совершенно спокойно понимаем, вы-то уже давно, но я должен вам напомнить, какие из этих добродетелей высшие, а какие находятся здесь. На этом мы заканчиваем первую книгу. Продолжение следует...